Добрый день, друзья, подписчики нашего канала и те, кто случайно первый раз попал к нам на канал. Меня зовут Елена. А меня Сергей. И сегодня мы начинаем наш июльский влог. Серёжа в июле будет целый месяц в отпуске, а я две недели. Поэтому мы надеемся побольше здесь всего сделать на даче. Я буду продвигать все свои строительства, то есть барбекю буду строить. И также планирую в доме закончить отоплением второго этажа. Мне там осталось подогрев пола, уложить трубы. И надо будет вызывать строителей, чтобы сделали стяжку на полу. Ну а я, как всегда, сапать, огороды, цветы, клумбы. Ещё спеют ягоды, так что придётся с ними что-то делать. Ну что, смотрите. Я думаю, вы не пожалеете, увидите очень много интересного. Жёлтые, красные. Так ты же в отпуске отдыхай. Делишки идут хорошо. Скажи, бе-е-е. Барбекюшница строится. И тут ура, радость. Будут орехи. Ягоды малины. Созрела шелковица. Как процесс? Нормаляк. Ваня! Вот так. Ой, молодец. И это всё нужно собрать. Привезли 17 тонн песка. Закончили заливку пола. Вот моя рука заканчивает. Они ещё не созрели. Хотела подвести итог огурцов. Полным ходом цветут мои розы. Красивенные. Жёлтые, красные. Розовые. Все это розочка немножко отсвела. Но ещё будут следующие бутоны. Сергей покосил. И теперь оголилась клумба, заросшая травой, бурьяном. Я давно не обращала на неё внимания, поскольку занималась огородами. Многие цветы здесь уже отсвели. И теперь нужно привести в порядок эту клумбу. Буду заниматься. Закончила просапывать клумбу. Она теперь красивая у меня. Столько вон бурьяна навырывала. Я жалею, что посадила туда вот эти маленькие ирисы. Поскольку этот морозец их уже весь перекрыл. Осенью нужно будет что-то пересадить. Нечаянно, не специально выкопала луковички. Это луковички тюльпанов. А возможно ещё вот эта вот, мне кажется, луковичка рябчика императорского. Всё, оставлю это до осени. И осенью подсажу обратно на эту клумбу. Серёжа прорывает бурьяны под виноградом. И продолжает подвязывать отросшие ветки. Как мы говорили в этом году, у нас виноград перемёрз. И из-за этого начали отрастать ветки аж от корней. Поэтому, наверное, в этом году мы не увидим урожая. Хорошо тут хоть тенёк. Можно поработать. А такая жара. Только бы пить пиво и отдыхать. Так ты же в отпуске, отдыхай. Так, что я и делаю. Занимаюсь разной работой. В своё удовольствие. Цветёт лаванда. Хотела так похвалиться этой лавандой. Она вся в тени. Крутая приспособа. Класс. Наклоняю виноград, чтобы он заплетал всю нашу плеть. А не просто лез вверх и там выше крыши поднимался. Вот как замечательно выходит. Классная штука. Купили на Алиэкспресс. Не знаем, насколько её хватит. Но пока довольны. Виноград подвязывает. Помидоры подвязывают. Розы подвязывали. Вот такая штука. Рекомендую. А ссылочка в описании к видео. Ой. А тут по соседству козочки у нас гуляют. Бека. Это молоденький козлёнок родился. А там дальше вдали. Вон беленькая мамка его. Жаркая она в тенёчек. В травку села. Скажи, бееееее. Здесь уже есть кошки. Здесь наш мастер. Самый главный бригадир. Белишки идут хорошо. Здесь над погребом мы планируем складывать дрова. Это здесь стенка, так скажем, для кухоньки. Барбекюшница строится. Друзья, хочу с вами поделиться радостной вестью. Наконец-то наш фундук плодоносит. И у нас вот такие орешки. Мы прочитали о том, что фундук должен плодоносить на четвёртый год после посадки. Но, к сожалению, на четвёртый год он у нас не плодоносил. И пятый не плодоносил. И это, по-моему, уже шестой год. Мы уже расстроились и думали, ну, будет просто зелёный куст. И тут ура! Радость! Будут орехи! Я ещё ни разу не садила фундук, поэтому не знаю, как собирать, когда. Так что надо будет почитать. Начинают созревать там внутри. Их много-много на каждой веточке. Красота! Мы специально внутри вырезали ветки, чтобы было ему просторно, солнце попадало. Июль. Пора сбора урожая. Созревают ягоды. Сейчас у нас созрели ягоды малины. Это красная малина. Есть жёлтая малина. Ещё в одном месте. Я вот уже насобирала. Мы хотим сделать коктейль молочный с Сергеем. Делали молочный коктейль из клубники. Нам очень понравилось. Жёлтая малина. Изобилие. Малина жёлтая, немножко отличается от красной. Она более сладкая. Созрела шелковица. Вот ягодки. Ой! Сами отрываются и падают. Ягоды не очень крупные, поскольку дерево у нас уже старое. Ствол большой. В этом году мы его весной немножко обрезали крону. Поэтому немножко меньше стало. Вообще оно было высоченное. Я не знаю, метров 20 в высоту. Но мы оставили, чтобы какая-то тень была. Хотя ягоды практически не кушаем. Только птицы клюют. Перед укладкой труб подогрева пола и заливкой стяжки пола я решил замуровать трубы, которые идут к батареям. Вот здесь уже трубы замурованы. И сверху положена сетка. Приехала Дотя. Все работают. Все в кольте листся. У нас появился новый строитель барбекю. Что-то делает. Сейчас мы узнаем у него. Делаем что-то важное. Как процесс? Нормаляк. Жарко только очень. Ну, жарко. На то оно и лето, чтобы было жарко. Так, кирпичная кладка положена. Осталось ее расшить. Чем Татьяна и занимается. Это зимый чеснок, который был на зиму посаженный. Осенью. И сейчас у нас июль месяц. Средина июля. В этом году мы производили эксперимент. Садили очень глубоко. Аж вот так вот. А обычно мы садили где-то намного мельче. Это я не выбираю. Это он все подряд, Сергей, копает. Все подряд головки какие. Крупные, красивые. Чеснок выкопаем. Положим в прохладное место на сушку. А потом будем обрезать на хранение. Вот какое количество чеснока мы накопали. Будем укладывать в ящики. И в сарай хранить. Сегодня выходной. К нам приехали дети, их друзья. И мы пошли купаться на озеро. Ваня! Ой, молодец! Как тебе отдыхается? Строительство барбекюшницы продолжается. Сережа перешел на красные кирпичи. Их ложить проще. Здесь не надо делать расшивку. И особо он не соблюдает уровень. Идет себе, да и идет рядочек. Поднялись столбики. Первый с правой стороны. Второй. В этом нам активно помогала дотичка. С папой на стройке работала. Ну вот в таком состоянии уже наша барбекюшница. Смотрите сколько смородины. Видимо не видимо. И это все нужно собрать. Да, заинька? Да! Молодец, солнышко ты мое. О! Уже результат есть. И крупная такая. Давайте сорву. О! Кусто! Яблоки спеют. Это дерево было диким. Прищепил ветку. Вот. Пошло на ней. И тут также ветки где-то прищеплены. В общем яблок на ней куча. Груши есть. Немного. Но есть. В прошлом году было очень мало. Всего было мало. В этом году практически нет абрикос. Мы снимали видео как раз на этом дереве по правильной обрезке яблони. Кому интересно, переходите, смотрите. Тут крыжовника чуть-чуть осталось. Лена уже вареньку закрыла с крыжовника. Здесь у нас ежта. Что-то она нам не сильно нравится. Можно на наливку ее использовать. Тут был чеснок. Мы его выкопали. Вот лук. Уже лег. То есть в принципе надо будет копать. Здесь у нас три сорта. Белый лук. Тут синий. И тут обычный желтый. В этом году как никогда лук неплохой получился. Нормальная головка. Обычно мелкий всегда был. Еще у нас пропала груша. Лид лысая. Пустила ветки. Дикие. Груша была дикая. Кабрикос в этом году нет. Вот. Деревья абрикосовые стоят. Не на одном. А, не. О, вижу. Две абрикоски. Висит. Не, не две. Четыре. Я пока еще в отпуске. У Лены отпуск заканчивается. С понедельника ей уже на работу. С подогревом пола вроде все уложил, подготовил. Не знаю, жду замерщиков, чтобы они посчитали сколько чего нужно для заливки пола. Пока их нет, то продолжаю строительство барбекюшки. Дошел уже до уровня перемычек над дверями. Занимаюсь этими перемычками. Использую все, что есть. Ранее приобретенный уголок. Металл. Пошкурили. Преобразователем обработали. Лена его покрасила. Жду пока высохнет. Друзья, наконец-то настал тот день, когда я уже залью полы на втором этаже. Привезли 17 тонн песка. У меня еще тут была кучка. Цемента вот вывалили кучу. Сказали, что 2 тонны. Трубы уже вот раскатали. Примерная площадь 120 квадратных метров. Друзья, уже 6 часов вечера и мы продолжаем заливать полы. Идемте посмотрим, что получается. Работники просили их не снимать, поэтому буду снимать втихаря. Закончили заливку пола. Вот какой пол получился. Ровненький. Такой большой слой. Сегодня суббота. Уже последние выходные отпуска Сергея. Мой отпуск уже закончился. Я уже неделю как на работе. Ну и сейчас иду собирать урожаи. Хочу срезать капусточку. Ну и посмотрю огурчики, помидорчики, что где созрело. Кабачки, бурячок. Тут у нас цветочки цветут. Это майоры расцвели. И эхинацея. Здесь я немножко сейнула ленок такой. Лен. Только он не синенький, а розовенький. Очень мне нравится. Красивый. Ну и это наша грядка помидоров. Перца очень много завязалось. Но он еще зеленый. Это круглый колобок. Вот он. Но он еще зеленковатый перец. Я для пробы, конечно, сорву один. Попробую его. Вот какой красивый перчик. Вот капусточка ранняя. Нам на салат или на борщ. Вот какая красивенная головка. Она не очень большая. Мне большая и не нужна. Я не люблю большую капусту. С ней неудобно работать. Теперь хочу пойти посмотреть на кукурузу. И показать, похвалиться вам, какие у нас подсолнухи. Но в этом году вообще не перещеголяли. Что на них повлияло? Это просто деревья. Вот по сравнению с кукурузой. Дальше кукуруза растет. Подсолнухи высоченные. Я не знаю, под 3 метра высоту. Это точно. Видно? Вот моя рука заканчивается. Я ростом 1,73 метра. Плюс еще рука. Но я не достаю. Это первый год. Такие они высоченные. Обычно они максимум метра два. О, есть кукуруза. Они еще беленькие. Поэтому эту кукурузку я еще не буду рвать. Надо посмотреть, где-то может быть более крупный плод. Я нашла несколько кочанов, у которых уже подсохли вот эти хвостики, волосики. Но, к сожалению, они еще белые. Они еще не созрели. Ну, сорвало несколько штук. Думаю, сварю все равно очень хочется. Поэтому мне не повезло с кукурузой. Еще рано ее собирать. Грядка буряка. Свеклы красной. Где-то крупные попались, где-то помельче. Сейчас на первое время мне хватит. Я хочу сварить бурячок и сделать с чесночком. Молодой бурячок. Он вообще сладенький, вкусный. Вот результаты сбора урожая. Посмотрите, сколько огурцов. Я сначала собирала в корзинку. Но потом поняла, что у меня мало места. Взяла ящичек. Ящики тоже получилось. Не хватает. Взяла второй ящик. В основном огурцы уже переросшие. Где-то уже желтые огурцы. Но иногда и попадаются небольшие. Но, правда, их не так уже много. И это при том, при всем, что мы последний раз собирали во вторник огурцы. А сегодня суббота. Помидоры тоже есть разные. Это крупные воловье сердце. Вот такие небольшие, хорошие помидорки. Называется сорт Санька. И вот такие уже поменьше. Я не помню, как они называются. Покупала рассаду на базаре. Хотела подвести итог огурцов. Весной я садила три сорта огурцов. Вот показываю семена, которые я покупала. И, соответственно, вверху положила огурцы. Какие выросли из этих кустиков. Это пальчик. Но я бы не сказала, что это пальчик. Это вообще гладкие, длинные огурцы. Это огурец кущевой. Хотя у каждого кущевого есть своё название. А кущевой это общее название огурцов. Но вот такие огурцы. И нежинские. Значит, первый вывод. То, что в этой фирме я больше не буду покупать семена. Я считаю, что тут пересорт огурцов. Возможно, что это и есть огурцы нежинские. Но они даже при таком небольшом размере внутри пустотелые. Внутри дырочка. Но здесь она вроде как небольшая. Но есть огурцы, у которых она более крупная и жёлтого цвета. Подсушенная. Этот огурец, который под названием кущевой. Даже при хорошем поливе. У нас есть капельный полив. И идут дожди. Он горьковатый. При попке вот здесь он горьковатый. Ну, а про эти огурцы вообще разговаривать нечего. Это какой-то салатный фермерский огурец, который в теплицах вообще выращивают. И, как видите на картинке, это совсем не то, что я покупала. Огурцы есть. Перерабатывать будем. Но покупать в этой фирме я не советую. Агроном. Вот такая вот фирма. Вот такая упаковка. Вот я немножко переработала огурцов. Три банки засолила. Сейчас занесём в погреб. Получилось четыре баночки вот такого салатика. Это с чесночком огурцы. И три баночки вот этого салатика. Это капуста, огурцы, помидоры и болгарский перец. Сегодня перелила вино из вишни. Получилось у меня две бутылки по 0,7. И оставалось совсем немножко в стаканчике. Я сняла пробу. У нас было три банки. Мы делали вино из клубники. Вчера мы перелили в бутылки и занесли в погреб. И осталось у нас ещё бродить одно вино. Это из смородины. Так что в этом году у нас будет вино из клубники, из вишни и смородины. Ну и сейчас идём в погреб всё заносить, выносить. Собираемся ехать домой. Вот и подошёл к концу июль месяц. А вместе с ним и отпуск, который у Сергея был месяц. А у меня было две недели. Мы уже переезжаем в город. Будем опять на даче только по выходным. Но я планирую ещё пойти в отпуск в сентябре. Буду продолжать строительство барбекюшки. В планах у нас, в планах пока, в сентябре месяце, закончить барбекюшку и перекрыть крышу. Ну, хотелось бы, да. Да, ну, будем стараться, как получится. Жизнь покажет. Так что смотрите продолжение, будет всё интересно. Тем, кто смотрел, большое спасибо и досмотрел наше видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем рады, если у нас появятся единомышленники. Пишите в комментариях, как вы отдыхаете на своих дачных участках. Ну, или в теле. Ну, а на сегодня всё. Будем прощаться. Пока и до новых встреч в августе. Пока. Пока.